Российская армия снова увязла на фронте и, как обычно бывает в таких случаях, принялась отыгрываться на гражданских. Ночью россияне нанесли ракетами массированный удар по украинской энергетике и полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Удар по гражданской инфраструктуре направлен не против военных, а против мирных жителей. Он преследует цель устроить фактически гуманитарную катастрофу, обесточить больницы, оставить зимой без света и тепла, самые безнащитные слои населения. Понятно, что те, у кого есть деньги, не замерзнут, купят генераторы, обогреватели, найдут выход, а замерзать и страдать будут пенсионеры, одинокие старики, матери-одиночки с детьми. И вот именно с такими людьми сегодня и воюют российские нелюди. Собственно, сами россияне этого и не скрывают. Их государственные телеканалы дошли уже до крайней степени озверения и регулярно призывают к массированным ударам по мирному населению, к уничтожению целых городов и фактически к геноциду целого народа. Я регулярно показываю вот такие примеры в своих видеоблогах. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным, что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, стюками, на повозках и на запад. И то же самое сделать с другими городами, в том числе и с ними. Украину надо разобрать на кирпичи. Харьков с лица земли стереть надо. Просто уничтожить надо. Вот все, стереть с лица земли. В это же самое время в нескольких регионах самой России продолжается масштабное и разрушительное наводнение, в результате которого жилье и имущество потеряли уже тысячи российских семей. Несколько городов затопило из-за того, что российские власти просто не построили там нормальные дамбы. И эти дамбы прорвало. Еще пару минут назад на этом месте была дамба. Но за считанные секунды вода размыла огромный котлован. И с невероятной силой вы посмотрите, какие волны, которые буквально сносят деревья, она мчится в сторону поселка. Россиян, которые потеряли свое имущество и жилье, фактически бросили. Власти им назначили копеечные выплаты, которых не хватает людям вообще ни на что. Российские СМИ пишут, что пострадавшие стоят сутками в очередях, чтобы получить копеечные компенсации в 20 тысяч рублей и жалуются, что их фактически сделали бомжами. Почему мы сейчас должны идти и выпрашивать, дайте нам, пожалуйста, 20 тысяч, дайте нам 40 тысяч, закройте наши кредиты. Это не наша вина, понимаете. Есть же люди, которые виноваты, согласитесь? Кто-то так не согласен? Есть люди, которые виноваты в конкретном строении. Дамба текла три дня. Люди звонили в администрацию, предупреждали. У нас стоят дома, там число дом напором, понимаете. Никто их не слышал. Это вина власти в том, что произошла эта ситуация. Люди, которые не могут у себя в стране построить нормальные дамбы, защитить свои города от затопления, помочь своим согражданам, попавшим в беду, выплатить им нормальные компенсации, а не эти жалкие позорные подачки, одновременно с этим тратят сотни миллиардов долларов на то, чтобы принести горе в Украину. Не на то, чтобы помочь себе, не на то, чтобы у себя построить нормальную жизнь, а чтобы в Украине разрушить электростанции, убить простых людей, создать гуманитарную катастрофу. То есть у них есть колоссальные ресурсы. Природа наделила Россию огромными богатствами, а все свои богатства они тратят на то, чтобы нести горе и беду другим, а своих бросают, своим платят по 20 тысяч каких-то компенсаций, там какие-то позорные, унизительные, совершенно копеечные подачки. И самое главное, что в России это не вызывает ни массовых протестов, ни массового неприятия.